Сергей Ежов, журналист-расследователь. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Самая громкая история вашей статьи – это история богатства семьи Марии Китаевой, советницы министра обороны Российской Федерации Шойгу. 1 миллиард 430 тысяч рублей – общая стоимость квартир ее семьи. Расскажите подробнее. Мария Китаева имеет совместных детей с одним из заместителей Шойгу Юрием Садовенко. Она тоже занимает такую номенклатурную должность Министерства обороны к советнице Шойгу, которая соответствует, наверное, какому-то высокому офицерскому статусу. Но, понятно, что она из журналистской среды, она никогда не была. Но, тем не менее, уже с десяток лет она официально как назначена советницей министра обороны. Часть недвижимости, о которой мы пишем, оформлена на нее лично, но в основном это все-таки ее ближайшие родственники. Это ее родной брат, это ее мать. И мы показываем, что она этим имуществом пользуется. То есть она заказывает еду на квартиру, которая принадлежит ее родственникам. Она декларирует пользование недвижимости детьми в квартирах, которые принадлежат родственникам. Нужно сказать, что ее брат занимается бизнесом строительным. И, с одной стороны, может быть. Можно было бы говорить, что денег на приобретение этой дорогостоящей недвижимости легальное происхождение. Но загвоздка в том, что этот бизнес тоже частично связан с Министерством обороны, потому что застройку жилых комплексов фирмы «Брата» ведут на землях, которые были выведены из государственной собственности и ранее принадлежали Министерству обороны. Причем выведены по заниженной стоимости. То есть так как коррупционный столик. Примечательно, что в вашей статье вы цены недвижимости меряете в гробовых. То есть вот эта сумма, которая выдается родственникам погибших на войне с Украиной российских солдат, и квартиры Китаева — это 119 гробовых. И это ужасает то, что вот та недвижимость, которой владеет эта госпожа, это цена 119 жизней российских солдат, в которую их оценивает российское государство. И ужасает, знаете, то, что родственники этих российских солдат, я уже не говорю о самих российских солдатах, что они этого не понимают. Ну, я думаю, что кто-то прочтет нашу статью, я надеюсь, что поймут, потому что для многих действительно это чуть ли не единственный шанс, гробовые, не единственный шанс в жизни какой-то приобрести свою недвижимость, ужасающую бедность, конечно. Вот, и помимо Китаева там есть другие, помянутые поставленные генералы. И если семьям обычных россиян для того, чтобы купить квартиру, нужно отдать жизнь, не знаю, мужа или сына, то эти тыловые генералы получают, причем дар от Министерства обороны, там государства бесплатно выдают квартиры, которые превышают в несколько раз суммы гробовых, и умирать им не нужно. Только вот хотел уточнить, как они получают эти квартиры, покупают, вот вы сказали, выдают им бесплатно, я так понимаю, это какая-то квартирная очередь, или это за какие-то заслуги. С кем нужно дружить, какой чин занимать в Минобороне, чтобы эту квартиру получить? Вот какими схемами пользуются чиновники и генералитет Минобороны Российской Федерации для того, чтобы получать вот такое элитное жилье? Ну, надо сказать, что квартира от государства положена, в принципе, всем профессиональным военным. Но проблема в том, что, так скажем, низкопоставленные военные не могут ее добиться, никак и живут в вагончиках, условно говоря, даже офицерский состав низший живут в вагончиках. А если получают, то получают какие-нибудь квартиры, построенные с грубыми нарушениями, очень дешевые, ну, то есть, которые специально строились, допустим, дома для военных, они могут быть очень плохого качества, потому что тоже коррупционным образом строились, то генералитет получает, во-первых, жилье вполне себе элитное, во-вторых, они не ждут годами его, даже после выхода на пенсию, и они существенно превышают норматив по квадратным метрам. То есть, если обычному военному российскому достанется какая-нибудь квартирка небольшая, в лучшем случае двухкомнатная, то понятно, что генералитет заезжает просто в шикарные хоромы площадью 150 квадратных метров. Очевидно, что выдавая вот, да, там, квартиры, или выдавая бесплатно, или по какой-то там низкой стоимости, какое-то элитное жилье, что Кремль, российская власть, они таким образом, в том числе, вернее, таким образом покупают лояльность этого генералитета. Но, как показывает история, в большинстве случаев именно генералитет свергает часто тиранов, и, ну, неужели Путин и Кремлевская верхушка, они этого не понимают, что покупай, не покупай лояльность, а если будет такая воля, то именно от генералитета в любом случае будет исходить основная опасность. Ну, я думаю, что контролируют генералитет с помощью спецслужб, конечно, а спецслужбы они кормят даже еще лучше, чем военных. В своей статье вы также приводите разные жилищные комплексы, где эти квартиры имеются у российских генералов и других высоких чиновников Минобороны. Почему конкретно в этих комплексах это властность, как имущество Минобороны Российской Федерации, или это просто элитная ЖК, в которой им покупают квартиры, а потом выдают? Ну, самое популярное надо сказать, что это ЖК Смоленской заставы, там действительно у многих высокопоставленных военных есть квартиры, нет, это не сугубо военный дом, там есть квартиры обычных гражданских людей, просто Министерство обороны, можно сказать, пакетом выкупило довольно значительную часть объектов недвижимости в этом жилом комплексе, ну и, соответственно, сдала приближенную, ну, руководство стало приближенным там квартирой. Но там есть и обычные жители. Славянская застава, название такое интересное. Я думаю, вот они же любят, да, такие, там, исконно русские, там, не знаю, Мишкин лес, славянская застава. Ну, то есть жить в каком-нибудь метрополисе, наверное, не с руки российскому генералу. Я думаю, что это, судя по жизни, кстати, других заместителей Министерства обороны, о которых были расследования до этого, например, такой заместитель Министра обороны, как Тимур Иванов, ответственный за все стройки Минобороны, в том числе сейчас за строительство в Мариуполе, вот этот заместитель Министра обороны на своего водителя просто оформил ферму, а на эту ферму особняк в центре Москвы, так я смеялся долго, когда увидел это и узнал название фермы, собственно, на которой оформлен особняк, называется Дворянское гнездо. Понимаете, вот заместитель Министра обороны Тимур Иванов и Дворянское гнездо. Ну, характерно, что не выглядят вот эти все славянские заставы и дворянские гнезда, как оренбургские избы, то есть там современные квартиры с хорошей техникой, в хорошем районе, с хорошим видом, правда же? Ну да, конечно, это все-таки не окраина каких-нибудь провинциальных городов, безусловно, где только на свои грубовые, еще и подельные, наверное, несколько членов семьи могут купить себе жилье погибшие, ну, родственники погибших. Вот вы в начале нашего разговора сказали, что надеетесь, что статью прочитают. Какой резонанс она может иметь? Допустим, читают ее, не знаю, солдаты и офицерский состав определенной российской воинской части. Ну и что, видят, что ихние генералы, чиновники живут в заставах, в гнездах и во всех элитных жилищных комплексах, а они живут в каких-то солдатских кибитках, как вы сказали. Что дальше? Ничего же, ну, не будет, на протест не выйдут с вопросом, а где, почему я тут 20 лет служу и мне ничего не скажут? Ну, на протест по поводу квартиры для генералов, на этом, конечно, вряд ли выйдут. Но я думаю, что лишний раз задумываются о том, стоит ли им самим рисковать прямо жизнью. И точно кто-то задумается, и в этом уже большую плюс. Спасибо вам большое за вашу работу. В частности, Сергей Ежов, журналист-расследователь, говорили о том, как живут, в каких условиях российские генералы и чиновники Минобороны.